Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы поговорим о почти идеальной компактной камере RIKO GR III. Эту камеру я приобрел, как только она была анонсирована. Я ее даже предзаказал, когда она еще в России не появилась. На тот момент у меня были самые разные камеры, но таким ультимативным компактным решением я, конечно, на тот момент не обладал. Мне хотелось иметь камеру, которую я могу взять с собой куда угодно и при этом не тащить с собой рюкзак. И когда я начал ее активно пользоваться, эта камера перевернула многие мои представления. Это по-настоящему компактное решение, камера малюсенькая, но при этом она достаточно универсальная и много всего способна сделать в умелых руках. В тот момент я стал гораздо чаще снимать какие-то абстрактные сцены, какие-то, может быть, моменты, которые в другой ситуации были бы просто-напросто упущены. Какой-то миг такой, знаете, когда свет как-то по-особенному падает и так далее. Но с появлением Рика у себя в кармашке я смог всегда носить с собой по-настоящему серьезную камеру и себя не отягощать при этом. К счастью, никто из прохожих всерьез к камере к этой не может отнестись, потому что ее вид не располагает к тому, чтобы пугать кого-то. Она очень скромно выглядит, маленькая, как мыльничка какая-то. При этом на нее можно снять все, что угодно. Например, если ты какую-нибудь фэшн-съемку устраиваешь, можно сделать бэкстейдж. Хочешь, например, можно снять пейзаж. У нее довольно хороший динамический диапазон, картинка очень резкая. Ну и, конечно же, она максимально приспособлена для стрит-фотографии, потому что вид у нее неброский и люди легко с тобой контактируют, когда ты их фотографируешь. Обычно в фотоаппаратах я всегда размышляю в рамках каких-то технических характеристик и, в принципе, меняю камеры без особой ностальгии. То есть на одну поснимал, поигрался, на другую поснимал, поигрался. Мне абсолютно все равно на самом деле на что снимать. Но вот когда я постиг и принял в философию джиар, тогда я понял, что камера может быть по-настоящему частью тебя. То есть она просто как будто твое продолжение. В простонародье таких людей называют джиаристами, можно назвать это даже своего рода сектой. Поэтому я хочу, чтобы это видео стартовало все же с некого объяснения философии и истории джиар, как они пришли к своим решениям, которые сейчас используются, почему они так поступили, чтобы это было более понятно. Ну а подробный разбор всех технических характеристик чуть далее по тайм-коду. Но вы не ленитесь, я все-таки пишу сценарий, посмотрите, что я там говорю сейчас. Когда я был в России, я хотел подражать Дайдамарияме. И мне была интересна высокая контрастность. Поэтому я и купил рикаджиар 2. Я гайдзин у тебя в стране, поэтому меня легко было заметить. Когда я снимал, люди обращали на меня внимание. Тогда я решил фотографировать как ниндзя. Любители фотографий часто снимают портреты с помощью большой черной камеры. Это может быть пугающим, это как пистолет. Фотограф будто в тебя стреляет. И в последние годы стало модно фотографироваться вообще с помощью айфона. Он популярен и не похож на пистолет. Потому что он меньше традиционной камеры. Когда я стал снимать на джиар 2, люди в моих кадрах перестали смотреть на меня. И просто занимались дальше своими делами и наслаждались жизнью. Теперь, когда я снимаю людей, они показывают свое обычное поведение без стресса. Джиар это ниндзя камера. Это мнение моего друга, хорошего стрит-фотографа из страны восходящего солнца. Который купил себе в свое время рико джиар 2, чтобы стать чуть незаметнее в нашей стране. Чтобы можно было заниматься стритом и при этом внимания лишнего не привлекать. Как я уже неоднократно повторял, камеры джиар выглядят максимально неброско. И они даже похожи на мыльницы. И это крутая хитрость. Камеры эти не кричат о своей крутости. У них нет красной точки на корпусе. Поэтому в большинстве ситуаций они не воспринимаются как угроза. И тебя принимают максимум за туриста. Или просто за какого-нибудь дурачка. Тебе крайне редко задают какие-то вопросы дурацкие. Типа, что ты снимаешь? Зачем ты снимаешь? Зачем ты меня фотографируешь? Ой, не фотографируй. И вот это вот все нытье типичного русского человека, которому как будто бы всегда есть что скрывать, когда ты его фотографируешь. Или он думает, что ты какой-то шпион. Если очень хочется снимать как ниндзя, к чему я, кстати, не склонен. Но в этой камере все же есть весь инструментарий для этого. Отключаешь подсветку кнопочки включения. Отключаешь подсветку автофокуса. Можно выключить экран, чтобы создавалось ощущение, будто камера вообще сейчас не работает. И идешь, снимаешь от бедра прохожих, например. 28 мм позволяют захватить достаточно важного в кадр. И при этом не смотреть в экранчик. Мне, правда, больше нравится быть вовлеченным. Я особых проблем к тому, чтобы к людям подойти поближе и сфотографировать не испытываю. А широкий угол этой камеры как раз-таки заставляет тебя подходить ближе и ближе. Чтобы сделать нормальную фотографию. И при этом ты, конечно же, обязательно нарушаешь личное пространство. Крайне редко я снимаю скрытно. Главное сначала фотографировать людей, а потом уже спрашивать у них разрешение. Потому что если ты начнешь с ними разговаривать, они ничего не поймут. Что ты от не хочешь. Фотку ты уже не получишь. Они там скукожатся, окуклятся, отвернутся, убегут и так далее. А так быстро фоткаешь, даже чтобы человек ничего не понял. И дальше уже делаешь, что хочешь. Кадр у тебя уже получен. Можно побеседовать с ним и о погоде. С этой камерой ты всегда думаешь только о том, как фотографировать. Совершенно не задумываешься о какой-либо сторонней мишуре. По сути, если ты все нормально настроил, прежде чем выйти фотографировать, то ты просто идешь и жмешь на одну кнопку. Включение у камеры почти мгновенное. Думать о крышечках каких-то тебе не нужно. Лепестки у объектива сами открываются, закрываются. Камера практически никаких звуков не издает. Лишь легчайшее жужжание автофокуса можно услышать, если в полной тишине ты находишься, а не на улице. И щелчок затвора центрального межлинзового. Я не знаю, чтобы его услышать. Мне проще, наверное, услышать, как мыши у меня пукают в подвале, чем услышать этот затвор. На данный момент серия GR имеет уже почти 30-летнюю историю. И в середине 90-х, когда они выпустили самые первые модели, они тут же обрели популярность. Тогда, конечно, были и другие крутые премиальные компакты, но в основном у них были фокусные расстояния, они настолько широкие. Чаще всего, за редкими исключениями, там были все-таки 35 мм или 38 мм. Яркими примерами в премиальном классе с такими фокусными являются Contax-T, например, серия, или Fujifilm класс C. Ну а крутые дорогие камеры с фокусным расстоянием 28 мм можно было посчитать по пальцам одной руки. Ну, например, Nikon 28Ti или Minolta TC1. При этом, когда Riko продавались, они, конечно же, камеры действительно были премиальные, но не стоили так запредельно, как многие их конкуренты. И, конечно же, немало способствовало успеху камер Riko GR то, что их начал использовать легендарный японский стрит-фотограф Daito Mariyama. В 1996 году появилась самая первая камера в этой серии Riko GR 1, и ее характерные черты передавались в дальнейшем из поколения в поколение. Вот их золотой стандарт. Это, можно сказать, эталон. Маленькая, действительно компактная малышка, которую можно положить в карман. При этом у нее должен быть светосильный объектив 28 мм f2.8. В 1997 году произошло небольшое улучшение в лице модели GR 1S. Из заметных улучшений у нее появилась подсветка у ЖК экрана, который на верхней панели. Также появился крепеж для фирменных светофильтров, и можно бленду было закрепить. И улучшилось мультипросветление на самом объективе, уменьшив количество ловимых бликов в контровом свете. В 1998 году была выпущена камера Riko GR 10. Ее почему-то не принято считать частью серии, хотя объектив там абсолютно идентичный, точно такой же. Только корпус этой камеры был сделан из более дешевых материалов и имел несколько иной форм-фактор. Ну а в 2001 году появилось сразу две камеры в этой серии. GR 1V, в которой закрепились и утвердились уже многие характерные черты, которые в дальнейшем получали свое развитие. В этой модели появился брекетинг по экспозиции. Ну и что гораздо важнее, появился знаменитый snap-фокус режим, когда ты просто предустанавливаешь у камеры, как на шкальнике, на каком расстоянии у тебя будет фокусироваться камера. И в дальнейшем просто уже об этом не думаешь, а просто щелкаешь на вскидку. Ну и в этом же году был выпущен широкоугольный вариант камеры Riko GR 21. И это была первая в мире компактная камера, по-настоящему компактная, с таким широкоугольным объективом, который сам был при этом не очень-то большим. Что также стало являться визитной карточкой серии в дальнейшем. Ведь ко всем уже цифровым компактам этой серии у Riko выпускался всегда конвертер широкоугольный, который превращал фокусное расстояние в эквивалентном 21 мм. В 2000-е наступила цифровая эра, пришло время, если ты вздраво умея, прощаться с пленкой. Продолжать делать пленочные фотоаппараты становилось уже просто самоубийственно. Не все, кстати, вовремя спохватились и поняли, что пора на цифру переходить посерьезнее. Тот же Kodak, например, сейчас по сути сгинул в небытие, как производитель именно фотокамер. Ну, в середину нулевых все производители стали очень массово и серьезно переходить на цифру. Не все, конечно, справились. Например, Minolta, к сожалению, не вывезла и пришлось ей продаться Sony. Но Riko не нужно было заниматься диверсификацией. И производство фотокамер не являлось их основным бизнесом, а таким просто, можно сказать, развлечением. При этом они сделали очень достойный самый первый цифровой Riko GR в 2005 году. Они, в принципе, никогда не прекращали выпускать и обычные мыльницы, и какие-то просто защищенные компакты от воды. Но Riko GR Digital стал настоящим наследником великой вот этой серии премиальных компактов. Матрица у него, конечно, была невелика. 1.1.8 стандарта на 8 Мп всего лишь, но объектив был просто невероятно резкий. Естественно, с эквивалентом 28 мм, ну и светосилой f2.4. В 2007 году вышел славный апгрейд этой камеры Riko GR Digital 2. Матрица теперь была 1.1.75 уже на 10 Мп. Объектив остался тот же самый 28 мм со светосилой f2.4, но качество картинки и скорость фокусировки значительно улучшились за счет того, что у них там появился более мощный процессор. В 2009 году вышла новая итерация GR Riko GR Digital 3. Тут были уже более серьезные изменения в лучшую сторону. Ну а общая эргономика камеры, она окончательно, по сути, здесь устоялась. То есть форм-фактор с такой минимальной ручкой и объектив, выдвигающийся, эквивалентный 28 мм. Матрица теперь стала 1.1.7, но оптическая схема была переработана и светосила стала f1.9. Был всеми любимый режим snap-фокуса добавлен, и при этом автофокус неслабо прокачали, он стал гораздо бодрее фокусироваться, ну и разрешение дисплея выросло до 920 тысяч точек, что для тех лет вообще-то довольно много. В 2011 году на свет появилась последняя версия компактов Riko GR с маленькой матрицей, которая 1.1.7 стандарта. Объектив остался точно такой же, как и у предыдущей модели, эквивалент 28 мм со светосилой f1.9, но его особой необходимости улучшать и не было. Но были внесены значительные улучшения во всех остальных характеристиках. Теперь тут появилась стабилизация на основе сдвига матрицы, автофокус стал гибридным, на саму матрицу, собственно, добавили фазовые датчики, и теперь он стал контрастно-фазовым. Можно сказать, что Riko сделали вот этот гибридный автофокус одними из первых вообще на рынке, и разрешение дисплея выросло до 1.230.000 точек. Пожалуй, стоит упомянуть и о необычной модульной камере Riko GXR, которая вышла в 2010 году и поддерживалась еще несколько лет после выхода. Идея, в общем-то, довольно прикольная. То есть ты мог купить себе сам модуль камеры, ну, собственно, ручку со всеми кнопками и прочее. Ну, форм-фактор там прекрасен, все удобно, куча органов управления. И при этом к нему в дальнейшем докупать любые модули под твои нужды. То есть ты мог бы подключать туда модули с самых разными размерами матрицы, с разными байонетами, с разными фокусными расстояниями. Был отдельный макромодуль, например, у которого было фокусное 50 мм, APC-сенсор и светосила F2.5. Был стандартного фокусного расстояния для серии GXR модуль 28 мм, тоже APC и тоже со светосилой F2.5. Были и мелкоматричные модули, например, с матрицей 1.1.7 и эквивалентом фокусных 24 мм на 72 мм. Был и универсальный зум с совсем уж, конечно, маленькой матрицей 1.2.3, как в средней мобилке, но зато с фокусными расстояниями 28-300 мм. При этом был довольно интересный APC-модуль, у которого был MB&ED под лейку. Пожалуй, главным недостатком подобной системы стала все-таки дороговизна содержания такого парка модулей. Сам, в общем-то, парк этот модулей был не так уж и велик, они не успели особо ничего сделать. Проще людям купить себе какую-то камеру с определенным байонетом и уже под нее подбирать себе объективы. Поэтому ни один другой производитель в итоге так и не рискнул попытаться сделать модульную систему камеры. Идея эта, в общем-то, крайне интересная, но и крайне странная. Надеюсь, у меня когда-нибудь получится раздобыть себе GXR с парочкой модулей, чтобы с ними поиграться и, возможно, вам как-то поподробнее рассказать об этой серии. Наконец, в 2013 году серия GXR обнулилась, как сроки Путина. Наконец, вышла камера с большим крупным сенсором APC-C формата. При этом она осталась в таком же маленьком корпусе, как и когда она была в формате 1.1.7. И, ну, она, может быть, на пару миллиметров крупнее стала, но это незначительно. Конечно же, фокусное расстояние у объектива осталось эквивалентным 28 миллиметрам со светосилой теперь f2.8. Эта камера стала называться просто Ricoh GR без каких-либо индексов или подзаголовков. Эргономика уже заранее была отточена на всех предыдущих моделях. Она была практически идеальная. Меню здесь было глубочайше, с множеством настроек. Можно было кастомизировать всё, что угодно. Ну, как и уже стала эта традиция, опять же. При этом это была первая серьёзная камера от самой компании Ricoh, после того, как они поглотили, собственно, Pentax. Я более чем уверен, в этой камере уже матрица стоит от Pentax. Также настроена она тоже явно Pentax, потому что картинка весьма сходна с тем, что они выдают и динамический оппозон у неё хороший, и цвета тоже очень такие Pentax. Также на колёсике выбора режимов появился режим Tav, характерный именно для Pentax. Кстати, в некоторых ситуациях довольно удобный режим. Единственное, чего камера лишилась, это у неё убрали стабилизатор на основе сдвига матрицы. Но, видимо, на тот момент реализовать было это невозможно технически, из-за того, что сенсор крупный, а сам корпус-то небольшой. Ну и автофокус стал только контрастным, фазовые датчики с сенсора убрали. Видимо, инженеры, опять же, не осилили сделать, хотя я не знаю, чем они руководствовались. Но, с другой стороны, и контрастный тип фокусировки здесь фокусируется отлично. В 2016 году вышло обновление уже этой обнулённой серии Ricoh GR2. Про эту камеру я сделал уже достаточно подробный обстоятельный обзор. Вот здесь можно по ссылочке посмотреть. Не буду, в общем, повторяться. Ну а сегодня поговорим подробно о третьей камере в этой обновлённой серии. А самой последней на данный момент и свежей – это Ricoh GR3. Инженеры явно стремились в этой камере, чтобы она отвечала всем современным требованиям. И они приложили немало к этому усилий. Камеру просто заново собрали. По сути, они переосмыслили вообще все её составляющие. Всё создали заново. То есть, здесь совершенно другая оптическая схема, другая матрица, другой корпус. Всё другое. Всё сделано иначе. Ну и на фоторынке это достаточно редкое явление, когда что-то настолько радикально переосмысляют, но при этом остаются верными своим традициям. Длина Ricoh GR на треть меньше, чем у среднего смартфона. Причём это самый маленький iPhone 12 mini. Здесь для примера лежит, и то он меньше. Ну а толщина лишь в 2,5 раза больше примерно. При этом камера весит 250 граммов, что плюс-минус как средний флагманский телефон. Корпус, как обычно, выполнен из магниевого сплава. Он максимально прочен. В нём ничего не люфтит. Создателям, конечно, пришлось пойти на небольшие жертвы, чтобы ещё сильнее уменьшить и облегчить камеру. Уменьшение стало возможно, потому что из камеры убрали встроенную вспышку, что не понравилось консервативно настроенным фанатам серии, но про это я подробнее расскажу в конце обзора. Убрав всё, что они посчитали лишним, инженеры добавили то, что считали действительно необходимым. Наконец-то в обнулившейся серии с APC-сенсором появился матричный стабилизатор. И это очень важно, потому что камера, ориентированная на управление одной рукой, она крайне лёгкая, маленькая, и получить микросмаз на неё очень просто. Да и частенько бывают ситуации, когда лучше увеличить выдержку, нежели поднимать ISO или открывать диафрагму. В одном из режимов у меня стоит выдержка минимальная 1,1 секунды, и на данной выдержке брака я почти никогда не получал. В принципе, у меня получалось сделать снимки даже при выдержке в 1 секунду с рук, но для этого потребовалось не менее 2-3 дублей. Стабилизатор у камеры, конечно, не уровня Olympus, например, или какого-нибудь Panasonic, но всё же довольно неплохой. Кстати, раз уж мы вспомнили о длинных выдержках, у камеры есть также встроенный ND-фильтр на два стопа, и это тоже увеличивает творческие возможности дополнительно. Например, как все любят, можно сгладить потоки воды, ну или размыть движение в светлое время суток или при хорошем освещении. Про эргономику камер серии GR можно, ну как, петь дифирамбы или даже сочинять им любовные воды, потому что это просто поэзия удобства. Сейчас расположение кнопок, колёсиков, рычажков и организация меню у камеры близки к совершенству. Из-за малых габаритов и хорошего баланса камере не нужна массивная ручка для уверенного хвата. Её удобно держать хоть двумя пальчиками, хоть вообще всей пятернёй. Здесь всё сделано для того, чтобы было удобно управлять одной рукой. Нет никаких труднодоступных кнопок где-нибудь в другом конце камеры или каких-то контринтуитивных решений. Вообще любую кнопку на этой камере можно перепрограммировать под себя для быстрого доступа к функциям, необходимым именно тебе, собственно, при съёмке. Например, сбоку слева есть кнопка видео и Wi-Fi. Но я не вижу нужды вообще в этих функциях, поэтому отдаю обычно кнопку под быстрый кроп или настройку ND-фильтра. Да, камера, конечно, теперь пишет видео в Full HD, 60 кадров в секунду, но нахрен это надо. Вверху всего четыре органа управления. Кнопка включения, у неё есть отключаемая зелёная подсветка. Большая кнопка спуска затвора, очень удобная и мягкая. Если на неё сразу нажимать, минуя полунажатия, то автоматически включается режим Snap. Камера будет делать снимки без предварительной фокусировки, а в резкости будет именно то расстояние, которое заранее настроишь. Спереди колёсико регулировки диафрагмы, слегка утопленное. И очень, очень, я не знаю, как это написать, анатомически как-то правильно расположенное и кайфовое. Справа находится колесо переключения режимов, оснащённое блокиратором. Вот здесь эту кнопку нужно отжать, чтобы изменить настройки. С этого колеса исчезла зелёная метка авторежима. Ну, ведь эта камера создана для тех, кто знает, что делает. И зелёные зоны здесь ни к чему. Ну, взамен бесполезного режима есть на колесе три ячейки под свои пресеты. Я сразу сделал несколько под разные нужды. В меню их можно создавать множество и сохранять, а по ситуации включать ячейки быстрого доступа. Настоящий, в общем, рай для такой кастомизации глубинной. Сейчас у меня три режима. Один под неторопливую съёмку с приоритетом диафрагмы. В нём допустимы длинные выдержки и невысокий ISO. Второй для более динамических ситуаций. В нём самая короткая выдержка 1 сотая, а ISO может быть любым. Ну, а третий режим чисто для съёмки со вспышкой в мануале. Впрочем, для желающих не думать о настройках или склонных доверять автоматике камеры, остался программный режим P. Можно просто его поставить. Камера будет додумывать за тебя. Ну, не так радикально, как просто в авторежиме. На задней панели мало что изменилось. Кроме, ну, наверное, пары важных деталей тут, которые стоит отметить. Убрали, наконец, дурацкую качельку вот отсюда. Качелька экспокоррекции всё время находилась под большим пальцем. Было неудобно. Она, ну, не то чтобы часто, но иногда нажималась случайно. Как и в предыдущих моделях, здесь осталась вот эта кнопка рычажок Adjustment. Теперь кнопка Adjustment, если использовать её в виде рычажка, отвечает за экспокоррекцию как раз-таки. Ну, а если на неё надавить, то она вызывает быстрое меню. Ну, обычные кнопки меню, просмотр и дисплей. Думаю, не нужно объяснять, за что отвечают. Вокруг кнопки ОК теперь не просто крестовина, а ещё один диск управления. Это очень облегчает управление многими параметрами. Я на него повесил сейчас ИСа по умолчанию. С этим диском вообще были проблемы в первых ревизиях камеры. А я предзаказывал её, когда она ещё не вышла в Россию, а только была анонсирована в Японии. Поначалу, да, у меня тоже всё было нормально. Но через несколько месяцев использования появился люфт. Мне его пришлось заменить по гарантии. Вот это колёсико. Но ничего страшного, оно прекрасно работает. На крестовине остались те же функции, что и раньше. Вверх включает в макро режим, и линзы внутри объектива перестраиваются для близкой фокусировки. Вниз вызывает настройки баланса белого. Даже немного слишком тонкие. Потому что, если их вручную настраивать, то здесь есть градация температуры в 10 кельвинов. И громадные возможности здесь по утонировке, если приспичит. Вправо здесь режим кадров, где можно включить брекинг, мультиэкспозицию, непрерывную съёмку и так далее. Ну а влево быстрая регулировка ИСО. Сейчас экран имеет чуть меньшее разрешение, чем было раньше. Раньше было 1 миллион 230 тысяч точек, а стало 920 тысяч. Но разницу вряд ли кто-то сможет заметить. Зато теперь экран сенсорный. Даже при том, что я не фанат управления именно камерой как смартфоном. Как я уже показывал, во многих других камерах это реализовано отвратительно. Но здесь оно всё сделано очень неплохо. С сенсорным экраном приятно пользоваться. Я, конечно, предпочитаю делать всё кнопками, но иногда бывает очень удобно сфокусироваться, просто тапая по экрану. Например, если камера стоит на штативе, проще ткнуть пальцем на экран, чем гонять точку фокусировки крестовиной. Меню камеры было переработано и облегчено. Пункты здесь не грешат какими-то слишком таинственными, загадочными сокращениями, как у Олимпуса или Сони. Всё сопровождается вполне понятными пиктограммами. Даже если камера будет не на родном языке, можно будет легко разобраться, какой пункт меню за что отвечает. Производитель, наконец, отказался от древнего микро-USB разъёма. Теперь в RECO GR стоит нормальный, хороший, современный USB Type-C. Скорость передачи данных намного быстрее. Да ещё и можно, например, заряжать камеру от Powerbank. Вот как я сейчас подключил. Причём кабель достаточно неплохой. Высокого качества идёт в комплекте. Ну и традиционно для премиального сегмента камеры существует множество аксессуаров. Мне, честно говоря, всякие видоискатели нахрен не нравятся. Я единственное, что использовал только поясной кожаный чехол с магнитной застёжкой, потому что мне нравится носить камеру, как обой носит пистолет в кабуре. Не всегда, да, получается, ходить с ней в руках, а выхватить и сделать несколько выстрелов от бедра можно достаточно быстро. Тем более, что время старта камеры после нажатия кнопки ON стало вообще мизерным, какие-то 0,8 секунды. При том, что здесь складная конструкция объектива, то есть она просто мгновенно включается и выключается. Объектив, кстати, стал короче и меньше, чем раньше был. Но это остались всё те же 18,3 мм, что в эквиваленте полного кадра равно 28 мм. Но теперь в нём на один элемент меньше, вместо 7 элементов здесь сейчас 6. Но инженеры не просто, естественно, выкинули из старого объектива одно стекло, а создали абсолютно новую оптическую схему. Из-за переработки системы линз фокусировка стала быстрее, появилось место для стабилизатора, ну и был улучшен режим макросъёмки. Теперь можно фокусироваться от 6 до 12 см от плоскости матрицы. Ну а качество картинки осталось приблизительно на том же уровне. Резкость и микроконтраст объектива просто непревзойдённы благодаря двум низкодисперсным элементам. Ну и благодаря тому, что в оптической схеме присутствуют и также ещё два асферических элемента, крайне сложно поймать какую-то хроматическую аберрацию. Это вообще технически возможно, наверное, но у меня это практически не получалось. К тому же, даже если ты её словил и при этом ты снимаешь, например, в JPEG, камера сама её поведит. А если ты нормальный человек и снимаешь в DNG, то тебе в два клика не составит труда её удалить вообще на постобработке. Благодаря тому, что диафрагма имеет конструкцию из 9 скруглённых лепестков, на максимально открытой дырке у тебя получается очень приятная, красивая боке. Ну, когда ты снимаешь макро, естественно, потому что всё-таки фокусное расстояние 28 мм. при этом закрыть диафрагму более чем до F16 не получится. Ну, это и не нужно, потому что в дальнейшем там дифракция просто всё равно сожрёт всю детализацию, и как бы смысла в этом нет. 28 мм – это моё любимое фокусное расстояние, ну, колеблющееся такое, 28-30. В этой камере можно, как и в предыдущих, крупнуть картинку до 35 мм эквивалента или 50 мм эквивалента. Причём, благодаря тому, что матрица сейчас на 24 мегапиксела, это можно делать гораздо смелее. 35 мм теперь будет с 15,7 мегапикселов, что вполне приемлемо, что, в общем-то, равняется тому разрешению, какое было у предыдущих моделей этой камеры. Ну, а при 50 мм будет уже всего лишь 7 мегапикселов. Ну, учитывая факт, что картинка крайне качественная и очень резкая, для какого-нибудь Инстаграма этого более чем хватит, даже для каких-то соцсетей, в которых картинки не так сильно пережимаются. Если же понадобятся более широкие углы обзора, естественно, для этой камеры есть уже традиционный широкоугольный конвертер, превращающий фокусное в 21 мм. Но не стоит забывать, что сейчас объектив переработан, он стал короче, и поэтому конвертер сейчас крепится через другой переходник, и конвертер тоже другой. То есть не запутайтесь, если вы сейчас возьмете GR3, то от первого и второго переходник и конвертер не подойдут. Сенсор по характеристикам очень похож на тот, что стоит в Pentax K70, динамический диапазон, в общем-то, на высоте, ну, как для APC-сенсора, я имею в виду, конечно, с полным форматом не сравниваем. Тени тянутся великолепно, картинка в тенях почти не деградирует, когда из нее детали вытягиваешь, цвета тянутся чуть похуже, но тоже довольно неплохо. RAW-файл у камеры это универсальный DNG, который обрабатывается легко в любом конвертере, без каких-то обновлений. Информация о цвете передается в 14 бит, что делает тоновые переходы гораздо более тонкими, и градации цветов более, скажем так, плавными. С цифровыми шумами ситуация значительно улучшилась по сравнению с предыдущей камерой, хотя и GR2, например, на 2000 ISO прекрасно себя показывал. Здесь на 800 даже картинка вообще очень чистая, на 1600 очень-очень терпимая, то есть там какой-то совсем минимальный-минимальный шум есть в темных участках, но он не цветной, естественно, то есть это, ну, просто такая текстура небольшая появляется, но ее едва заметно. Задавить ее шумодавом в конвертере, каким-нибудь интеллектуальном типа Capture One, вообще легко, но после 3200 картинка начинает терять все-таки детали, потому что хоть у меня и был выключен, например, шумодав в самой камере, но он все равно, похоже, есть какой-то встроенный программный шумодав, который картинку немножко акварелит, но на самом деле настолько там высокая резкость у объектива, что это не столь уж чудовищно, детали не так уж сильно теряются, но цвета четко деградируют, и настраивать уже картинку не так приятно. Она перестает быть такой гибкой, как до 1600. Но у меня редко возникает необходимость снимать в какой-то кромешной темноте, поэтому я ISO стараюсь просто вообще в принципе никогда не задирать, и в большинстве ситуаций, где, например, не требуется короткая выдержка, можно положиться просто на стабилизатор, который в камере встроен сейчас. Стоит упомянуть, что максимальное значение ISO у камеры расширилось до 100-2400. Ну, это абсолютно такая маркетинговая херобора, как я уже говорил в обзоре на Pentax K1 Mark II. Никто на таких показателях ISO никогда не будет снимать, только если тебе важнее именно сделать кадр любой ценой, а качество тебя совершенно не интересует. Субтитры создавал DimaTorzok Объектив очень резкий, у матрицы очень много мегапикселов, 24 мегапиксела для PC-сенсора это довольно плотненько, при этом перед сенсором нет сглаживающего фильтра, поэтому увеличивается шанс поймать муар, то есть такую вот бензиновую хрень на мелких структурах. Но, к слову, я ее почти что не ловил, но может быть пару раз, когда какую-то ткань снимал или человека в какой-то одежде, у которой был мелкий узор, который как раз, наверное, сводил немножко камеру с ума. В большинстве случаев новейший процессор GR Engine 6 вполне справляется с тем, чтобы муар не появлялся. Хотя инженеры добавили фишку, которая есть и в более старших камерах, так как матрица теперь же на подвесе, они встроили эмулятор сглаживающего фильтра, то есть матрица совершает колебания в полпиксела, немножко детализация уменьшается у картинки незначительно, но при этом муар полностью подавляется. К сожалению, ну, насколько я понимаю, наверное, видимо, габариты или еще какие-то технологические ограничения не позволили, поэтому здесь не реализован режим Pixel Shift, то есть нет возможности сделать картинку более высокого разрешения благодаря сдвигу матрицы. Зато проблема с попадавшей внутрь пылью практически решена. Матрица, благодаря очень быстрым колебаниям, стряхивает в себя любые пылины. При этом и объектив изменился в конструкции, он теперь гораздо более продуманный, менее, скажем так, вакуума в нем отсутствует, он не тянет в себя пыль, как пылесос, и у меня пыли на сенсоре за год использования не появилось. Серьезно был переработанный автофокус, теперь он опять контрастно-фазовый, как уже это было в Rica GR Digital 4. Теперь если бы вспомнил, как я глумился над следящим фокусом в GR 2, так теперь здесь могу сказать, что его действительно можно использовать, он вполне работающий, не лучший на свете, но вполне себе следит. Наконец-то в 2019 году появилась фокусировка с определением лиц в кадре. Ну, это не всем нужно, конечно, большинство людей снимает по одной точке в центре кадра, да и я сам такой же, но если захочется, такая функция здесь есть. В первой прошивке, правда, автофокус очень плохо себя показывал в темное время суток, хотя это починили в первой же вышедшей свежей прошивке. Фокус все еще недостаточно быстр в темное время суток, он немножко бывает в растерянности, но, по крайней мере, не делает, как раньше, дурацкого елозения линзами туда-сюда без фокусировки. Теперь он действительно фокусируется, просто несколько дольше, чем в светлое время суток. Ты нажимаешь, он задумывается, и плавненько наводится все же, а не гоняет бессмысленно линзы. Я на эту камеру снимаю в DNG, потому что я люблю все-таки сырые файлы, люблю ковыряться в картинке, сам настроить по вкусу, как мне хочется. А не доверять камере даже такой хорошей, интеллектуальной, как эта. Сырые файлы с этой камеры получаются максимально нейтральные, без каких-то перекосов по балансу белого, что мне нравится как раз в пенсовских матрицах и в их алгоритмах обработки. Впрочем, для любителей JPEG здесь тоже найдется богатая коллекция всяческих художественных фильтров. Я, хоть и небольшой их фанат, но вполне оценил многие из пресетов, которые там есть. В принципе, тут нет каких-то кислотных, вырвиглазных, ужасных пресетов. Все они вполне продуманные, сдержанные, цвета в них не колеблются, какая-то пересветов или затемнений каких-то чудовищных нет. Естественно, фаворит для всех любителей стрита это High Contrast Black & White, это так называемый в простонародье Dido Mode, в честь как раз-таки фотографа, популяризировавшего эту серию GR, Dido Mariamy. Из цветных мне понравился Positive Film, он не похож, кстати, на тот, который был раньше, как-то его изменили. Еще забавно заметить, что у RigaGR3 есть целых 2 гигабайта встроенной памяти. Это на случай, если ты вдруг забыл SD-карту, ну или она, может быть, вышла из строя, не дай бог. Этого объема вполне достаточно, чтобы записать до сотни JPEG-файлов в максимальном качестве. В общем, это почти идеальная камера в контексте заданных параметров. Малый размер и вес, большой сенсор с хорошим динамическим диапазоном, отличный резкий объектив и непревзойденная эргономика и удобство управления. Ну а теперь я озвучу несколько придирок. Именно придирок, а не настоящих недостатков, потому что в любой бочке меда обязана быть ложечка дегтя. Большинство моих вот этих вот докапываний будут отражать не лично мое ощущение, а те волнения снистатистического человека, который не до конца понимает суть GR, скорее это будет обрисовывать. Ну, по крайней мере, то, что я вот слышал от других людей, кто не врубается, что с такой камерой делать. Ну, я, собственно, постараюсь развеять эти сомнения. Во-первых, частенько говорят о том, что здесь нет влагозащиты. Да, у Pentax большой опыт создания защищенных камер, крепких, как танки, но GR никогда не имели защиты, и ни у одного компакта, достаточно серьезного, нет влагозащиты, ну, кроме там Leaky Q2, но она все же не такая компактная, не такая легкая. Можно еще возразить, что не только полнокадровые камеры бывают, но и APS-C, например, X100V, номинально влагозащищенная. Ну, во-первых, Fuji гигантский и тяжелый по сравнению с RICO, да и влагозащита там достигается только если ты накрутишь переходник и светофильтр специальный на объектив, что сделает эту камеру еще более громоздкой. Сюда же сложно было бы воткнуть сейчас уплотнители резиновые, какие-то прокладки в все щели, то есть это, наверное, конструктивно возможно, но тогда камера не была бы маленькой легкой, ну и конструкция объектива тогда не могла бы быть такой телескопической и максимально складываться. Есть еще претензия, что здесь не откидной экран, и я, ну, наверное, отчасти с ней согласен, потому что большинство даже крутых премиальных компактов сейчас обладают все-таки откидным экраном, и бывает неудобно снимать, да, с нестандартных ракурсов, особенно если ты привык, что, собственно, у всех-то камер остальных экран в любое положение можно привести. Приходится сгибаться в три погибели, если снимаешь с нижнего ракурса. Но так уж они решили, считается, что конструкция экрана прочнее, если она такая монолитная. Это такой инженерный компромисс, ну, который я готов потерпеть ради всех остальных плюсов, которые присутствуют у этой камеры. Сейчас многие горюют, что у камеры GR современной отсутствует встроенная вспышка. Ну, многим нравилась вспышка в предыдущих моделях GR. Тут не поспоришь, она была неплохая. Но я вспышку использую нечасто. Ну, может, ее использовал пару раз в какой-то яркий день или вечерком. Иногда хочется бахнуть человеку в лицо вспышкой в духе Брюса Гилдена. Проблема эта достаточно надуманная, потому что можно использовать горячий башмак, подключить, например, родную от Pentax вспышку. Она достаточно компактная, которая называется AF201FG. Еще можно взять вот такую малютку, как Flash Q Q20 от Lightpix. Она и сама по себе не сказать, что сильно велика, но у нее есть неоспоримое преимущество в том плане, что ее можно вот так разделить и на камере останется только трансмиттер Wi-Fi, который будет передавать на нее сигнал и ты сможешь в любом положении ее использовать с любой стороны, как угодно. Это такое компромиссное тоже решение, конечно, но вполне рабочее. Кстати, если интересно, могу про вот эту вспышку потом сделать какое-нибудь небольшое видео. Она довольно прикольная. Также частенько народ жалуется на то, что батарейка у камеры маленькая, ее хватает на 200-300 фото в зависимости от стиля съемки, скажем так. Но опять же, батарейка и физически маленькая. Огромный аккумулятор просто невозможно было бы сделать для такой компактной камеры. Сами видите, у GR нет какого-то гигантского хвата или каких-то дополнительных ручек для вертикальной съемки, как на зеркалках или беззеркалках, куда можно было бы вставить аккумулятор большего объема. Да и те же беззеркалки пару лет назад в общем-то могли похвастаться примерно таким же количеством фото от одной батареи. Мне обычно хватает на один день неторопливой съемки одной батарейки. Ну, в принципе, я же не строчу из нее, как из пулемета. Ну, на всякий случай, я ношу с собой еще одну заряженную батарейку. Она, в общем-то, маленькая и не отягощает. А когда есть рюкзак с собой или есть возможность взять с собой пауэрбанк, можно от него зарядиться вообще там за пару секунд через USB-C. Ну, не за пару секунд буквально, но 15-20 минут будет достаточно для того, чтобы вернуть камеру в строй, причем ее еще там на сотни кадров хватит после такой небольшой подзарядки. Кстати, батарейка такая же, как в RICO TETA и в Olympus. Вот, кстати, они у меня сейчас, эти батареечки в руках, и, по сути, они идентичны. Можно или от Olympus в RICO вставить, вот как я сейчас сделал, и оно будет прекрасно работать, или, наоборот, от RICO в Olympus запихать. Ну, если у вас есть и та, и та камера. Единственное, что я бы исправил в плане батарейки, это вот этот дурацкий показ заряда палочками. У меня прям, блин, раздражает во всех камерах, где такое есть. Очень сложно судить о положении дел с этой батарейки, когда у тебя там какие-то палочки, три штучки. Ни хрена непонятно, то ли она сейчас уже разрядится, или ее еще на очень много фотографий хватит. Пожалуйста, все производители делайте. Блин, в процентах. Ну, еще действительно реальной проблемой было для камеры то, что она крайне не уверенно фокусировалась в темноте. В светлое время суток фокус мгновенный, вообще вопросов не вызывает. Но в темноте фокус частенько пасует и начинает елозить. При фокусировке по всему кадру бывало, что камера забивалась на задний план, упуская главный объект. Но эти недочеты были исправлены постепенно прошивками. Прошивки, в общем-то, которые все это поправили, вышли там в течение пары недель после релиза камеры. Я стараюсь использовать на этой камере или высокоточные, вот как сейчас у меня стоит маленькая самая точка, или следящая иногда, когда объект не слишком сильно бегает, или тебе надо просто сменить положение вокруг какого-то объекта. Важно помнить, что у Rick Jar особенная специфическая философия это максимально функциональная камера, которую можно положить в карман рубашки. В такой сложной диспозиции невозможно обойтись без каких-то компромиссных решений. Это естественно. И эта камера является почти идеальной, на мой взгляд. Я уже очень много всяких камер попробовал, но эта малышка, она просто фантастическая. Я ее не рекомендовал бы всем и каждому, но если человек понимает, что ему вообще нужно от фотоаппарата, и предъявляет к нему вполне конкретные требования, которые схожи с тем, что постулирует эта серия, и если он готов принять философию серии Jar, то он может становиться смело джиаристом вступать в нашу секту. Надеюсь, обзор вам понравился. Не забудьте подписаться, сделайте красную кнопку серенькой. Благодарю за просмотр, всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok